Всем привет! Это канал Хвостатый Питомец, канал о товарах для животных и о самих животных. Что-то давно на канале у нас не было обзоров на кошачьи наполнители. Я знаю, что среди моих подписчиков достаточно большое количество число кошатников. Так что, друзья, я исправляюсь и сегодня у нас будет на обзоре ультракомкующий наполнитель для кошачьих туалетов Fresh Cat. Как всегда, проведем несколько различных тестов, в том числе на пыльность, на комкуемость, да многое на что еще. Так что усаживаемся поудобнее, машем хвостиками и погнали! В настоящий момент в зоомагазинах можно встретить два вида данных наполнителей. Первый гипоаллергенный с активированным углем и второй ароматизированный с ароматом алоэ вера. Один и второй содержат ионосеребра для антибактериальной защиты наших с вами котиков. Изготавливается он в Турции из экологически чистой ультрабелой бентонитовой глины и относится к классу Super Premium. Да, друзья, у наполнителей также есть классификация. Эконом, премиум и супер премиум. В данном случае в этих красивых упаковках у нас Super Premium. Ну, помимо того, что упаковка красивая, она еще достаточно функциональная. Здесь есть удобная мягкая бумажная ручка, при этом она достаточно крепкая. То есть вес упаковки 5 с небольшим килограммом и при транспортировке она не порвется, что очень хорошо. Также, помимо всего прочего, здесь у нас есть удобный клапан легкого открытия, который позволяет, соответственно, легко открывать и закрывать данную упаковку. Ну что ж, друзья, давайте перейдем к тестированию. Первые два теста мы с вами совместим. Это проверка на пыльность и проверка на фактический объем в каждой этой упаковке. Ну, про пыльность, наверное, особо объяснять не надо, что это достаточно важный показатель, особенно для тех питомцев, которые ходят в закрытые домики-туалеты. Потому что в момент эксплуатации может возникать, ну, пылевое облако, которое будет проникать, соответственно, в легкие. Ну, питомец, как минимум, будет кашлять. Ну, это, как говорится, ни к чему хорошему не приводит. Ну и второе, фактический объем. Опять же, это достаточно важный, как минимум, для меня фактор. Я плачу определенные деньги за определенный объем, который указан у нас на упаковке. В данном случае на упаковке указано 6 литров. Соответственно, я хочу получить именно эти 6 литров. Посмотрим, как у нас здесь скрывается. Открывать здесь легкое открытие. Так, нажимаем. Клапан вот так вот отворачивается. Да, смотрите, получается такой носик. Для замера фактического объема мы используем мерный стаканчик. Он 500 миллилитров. Это вот так вот. Соответственно, нам надо сколько? 6 на 2, 12. 12 таких стаканчиков. Ну, я, скорее всего, запись эту ускорю, чтобы вы не смотрели, как я это долго делаю. Вот обращаю внимание, что хорошо так насыпается через этот носик. Раз. Музыка. 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 ну и так этот немножко намусорил но плюс-минус где-то так 6 литров и получается может быть 5800 но как говорит такие процентов 5-10 но на самом деле это допустимо при распособке наполнителя что было вот такая вот ну как говорится такое небольшое несоответствие и так этот есть давайте вскроем 2 опять же вот поближе так на камеру сделаю чтобы было понятно вот так нажимаем и все вот такой вот у нас тут носик получается и соответственно также проверяем но тут вот так у нас выглядит 500 миллилитров ну да в прошлый раз я где-то даже чуть больше насыпал сразу скажу что аромат присутствует такой незначительный кстати приятный аромат и ну и ну что у нас получается примерно такой же результат как и с гипоаллергенным наполнителем то есть плюс-минус от 5 с половиной до 6 литров до здесь присутствует ну как я уже сказал 5-10 процентов это допустимая погрешность при расфасовке наполнителя так что в данном случае достаточно хороший показатель и так по поводу пыльности не знаю видели ли или нет момент насыпания есть небольшое пыльное облако но она на самом деле естественно так как у нас наполнитель какой правильно бентонитовый тут будет вопрос именно что в процессе эксплуатации будет ли у нас пыль давайте попробуем говорится немножко покопаться немножко здесь посвинячить и соответственно посмотрим если здесь у нас пыль поднимается ли полевое облако но сразу скажу что для бентонитового наполнителя очень хорошо то есть ну те кто использует бентонитовый наполнителя прекрасно знают как выглядит полевое облако и здесь я вам скажу что вот я не вижу такого сильного полевого облака давайте посмотрим что у нас здесь как я люблю так вот глаз даться в наполнителях прямо детство вспоминаешь как будто песочница играешь но опять же есть она такая незначительная незначительная самое обидно мне потом все это самому же и убирать но кстати вам сразу провести и третий тест на прилипание обращаю ваше внимание на свои ручки я бы сказал практически но нет вы сами видели как я только что тут ковырялся практически не липнет ну с тем учетом что подушечки у наших с вами котиков чуть-чуть другие но как бы и поменьше то очень даже и принципе вот она легко все сразу и слетела для нашего теста здесь немного прибрался я оставил в этих лотках слой наполнителя равны 4-5 сантиметров как рекомендует неподресно производитель данного наполнителя и так нам понадобится вот такая синяя жидкость те кто смотрел мои уже предыдущие обзоры на наполнители прекрасно знают что это такое те кто смотрит первый раз друзья это искусственная кошачья моча это смесь различных химических элементов том числе минералов в том числе и аммиака и по своему запаху напоминает запах такого здорового некастрированного кота кто этот запах знает ну понял о чем идет речь для начала я вам напомню очень важную формулу формула здорового энереза кошки либо кота это от 1 до 2 миллилитров умноженное на вес кошки и умноженное на 24 часа это получается суточная норма энереза кошки хоть и давайте ради интереса посчитаем сколько ваш котик должен за сутки подписать имеется минут в миллилитрах еще раз напоминаю вот она формула давайте возьмем средний показатель полтора миллилитра умножим на вес вашего котика и умножим на 24 часа и посмотрим что получится кто сколько писает ну так ради интереса напишите в комментариях и как раз таки для этого теста нам сейчас эта формула и пригодится давайте возьмем средний показатель между 1 и 2 это полтора миллилитра сразу возьму калькулятор полтора умножим на примерно вес котиков три с половиной килограмма и умножим на 24 у нас получается 126 миллилитров котик весом три с половиной килограмма в среднем должен за сутки выписать мы это все дело разделим на два получаем 63 почему на 2 я сужу по себе лично я стараюсь убирать кошачий туалет два раза в день утром и вечером то есть сутки разделил на два между уборками сейчас мы сюда с вами зальем как раз таки примерно средний показатель за 12 часов понятное дело что какие-то котики больше спят днем какие-то ночью и может так варьироваться но для удобства сделаем вот так вот 63 миллилитра в среднем за 12 часов наш котик вымышленных три с половиной килограмма должен сделать сейчас наша задача сюда в один а во второй лоток влить по 63 миллилитра то есть это будет примерно по 6 вот таких вот шприцов запах конечно стоит вот на самом деле сразу видно как тут какой-то процесс происходит сейчас воспользуемся лопаточкой сразу подписали что у нас смотрите сразу комок обращаю ваше внимание мы писаем и получается сразу образуется комок 6 вот сразу же что у нас он смотрите какие аккуратные комочки реально быстро да я не сказал почему именно мы сразу делаем такую дневную норму чтобы сразу же сделать и второй тест который называется поглощение запаха то есть у нас получается примерно 12 часовая норма то есть вы утром ушли на работу вечером пришли и будет ли пахнуть туалет нашего котика так 4 хопа мать кай аккуратная плюшечка 5 сушки ну реально быстро вот смотрите как даже не знаю как так подловить такой момент когда он еще не успел скомковаться сейчас вот так попробую хоп 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 блин смотрите реально быстро проверка на комкуемость мне кажется пройдено я думаю тут сомнений никаких нет комкуется реально быстро так аккуратненько маленькие комочки они пахнет извиняюсь пахнет ладно вот так понюхаем ну вы в принципе привыкли что достаточно экстремальный товарищ слушать а друзья комок не пахнет то есть мы здесь использовали аромат здорово не кастрированного кота то есть ну такой аромат то душевный на такой легкий аромат может быть глины с ароматом алоэ вера честно говоря не знаю как пахнет алоэ вера на самом деле вот сразу возьму просто комочек сушки знать чем пахнет такой легкий легкий нежный аромат может быть мыло насколько этот комочек твердый все равно то здесь убирать давайте так краш-тест смотрите он не рассыпался повыше часа потолок вообще даже не думать рассыпаться вы промазал да придется мне тут хорошо убирать после этого обзора этот тест нам необходим для того чтобы понять насколько хватит данной упаковки нашим с вами котиком мы вернемся к формуле здорового энероза котика и соответственно самостоятельно можем рассчитать насколько дней хватит вот этих 6 литров так что друзья приступим для нашего теста я использую обычная вода это не искусственная моча это обычная теплая вода просто подкрашена для красоты соответственно мерный стаканчик и наш наполнитель гиппоаллергенный который при монтаже я этот тест немного ускорил так как процесс достаточно долгий и так приступаем стакан у нас пол-литра ну что ж поехали кстати друзья напоминаю что для комкующих наполнителей лучше использовать вот такие совочки достаточно большой сеткой чтобы неиспользованный наполнитель оставался у нас обратно здесь в лоточки по ходу теста я буду подсыпать остатки которые я убирал чуть ранее чтобы все соответствовало нормам производителя 45 сантиметров первые пол-литра у нас уже вошли идем дальше а 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 итак друзья смотрите что у нас получается и того два с половиной литра впитал данный наполнитель сразу скажу что здесь есть некоторая погрешность в том что я достаточно много сразу заливал они вот как котик писал да если бы я это все делали шприца но это видео было бы совсем долго и я бы тут еще несколько часов все это дело делал бы поэтому как правило к бентонит глиняным наполнителем я использую добавляющий коэффициентом процентов 20 сколько еще смог бы жидкости он соответственно впитать и так у нас получилось два с половиной литра плюс 20 процентов это получается 3 литра теперь возвращаемся к формуле здорового нора за кошки только в обратную сторону 3 литра мы делим на 30 дней и делим на 24 часа у нас получилось 4,16 миллилитра в час напоминаю что здоровые нора с кошки от 1 до 2 миллилитров в час то есть можем предположить что максимальный вес котика который достаточно аккуратно и по минимуму писает составляет 4 килограмма 160 грамм это как говорится чисто теоретически друзья кто пользуется данным наполнителем большая просьба обязательно отпишитесь в комментариях вес вашего котика и насколько хватает вам упаковки эта информация будет полезна опять же зрителям и соответственно моим подписчикам то есть вашим коллегам что это одно дело теория а другое дело говорится практика ну что друзья давайте я здесь все сейчас уберу и подведем итоги по данному наполнителю сразу скажу что в данном наполнитель есть как плюсы так и минусы ну что же вспомним наши тесты первый тест был на пыльность я считаю что он пройден с успехом для бентонитова то есть глинового наполнителя вот это небольшая полевая звезь это при том когда я насыпал я считаю что она просто незначительная вы сами принципе видели что когда я вот ковырялся в нем но как-то вот или нет так что я считаю что пройдено плюс второе фактический объем до производитель нас не обманул есть примерно 6 литров то есть допускается определенная погрешность техническая она есть у каждого наполнителя тут все достаточно четко то есть 2 плюс есть дальше 3 комкуемость но друзья тут мне кажется вообще безоговорочно хороший большой жирный плюс комок образуется очень быстро и вы сами видели что он очень крепкий он реально крепкий ну я подкидывал содержание запаха тоже друзья скажу что это большой жирный плюс то есть вот этого аромата искусственной мочи крю что она реально воняет ну нету нету как у гиппаллергенного у которого соответственно нет никакого аромата и он реально никакого нету так соответственно этого ароматизирована который с алоэ вера есть небольшое вот именно что такое послевкусие вот этого аромата следующий тест нашел на максимальную впитанность я тоже считаю что достаточно хорошо прошел принципе вы сами все видели что чисто теоретически этой упаковке хватит на 30 дней котику весом примерно 4 и 2 килограмма сразу скажу что многие производители как правило рассчитывают вот когда указывает что упаковки хватит на 30 дней рассчитывать на вес котика от двух с половиной максимум три с половиной килограмм данном случае у нас получилось 4 2 то есть чисто теоретически может делать вывод что этот наполнитель будет более экономичен то есть его на дольше хватит при тех же заявленных параметров как у многих других соответственно коллег по рынку на самом деле здесь производитель тора скорее всего считал на вес котика в три с половиной килограмма потому что здесь указан один котик 33 дня ну где-то так наверное и есть еще один плюс это упаковка не знаю мне она лично реально понравилось как вам не знаю тут когда это на вкус и цвет все фломастеры разные мне понравилось вот это открытие что соответственно легко закрывается сколько надо насыпали и вот он дальше так вот хранится в закрытом виде очень удобно и вот такая красивая коробочка вот опять же мое мнение но из минусов друзья это все таки его цена средняя цена данной упаковки 700 рублей ну достаточно такая существенная цена но при этом сразу скажу что опять же на рынке коллег данных наполнителей то есть супер премиум до класс но это такая цена характерно ну и конечно же я только вам ориентируясь на свои финансовые возможности решать покупатель не покупать данный наполнитель сразу скажу что он мне понравился друзья это мое мнение которое может лететь от вашего мнения от мнения наших с вами котиков и конечно же отмене производителя если вы используете данный наполнитель то большая просьба поделитесь просто мнением о нем вы практике ваш опыт бесценен он будет очень полезен другим зрителям каналам то есть вашим коллегам как часто вы у меняете насколько хватает упаковки хорошо ли удерживает запахи и так далее и тому подобное максимально подробно большая просьба не стесняйтесь пишите комментарии ну и конечно же не забываю ставить лайки мне как минимум будет приятно и конечно подписываться на канал у нас еще много чего будет интересного но всем хорошего настроения держите хвост пистолетом и пока